11 лучших в символическое сборное РПЛ по итогам сезона 2018-19 версия 28 мая 2019, 8-5 Сергей Стариков 26 мая в российской премьер-лиге завершился сезон 2018-19 Подводя итоги, составил список из 11 футболистов и одного тренера, которые, по мнению редакции, лучше остальных справились с поставленными перед ними задачами В качестве схемы была выбрана популярная модель с тремя защитниками, четырьмя полузащитниками и тремя форвардами Голкипер, Матвей Сафонов, Краснодар Молодой страж ворот Быков стал главным открытием этого сезона Матвей Сафонов дебютировал за Краснодар в матче 11-го тура с Енисеем, а ко второй трети первенства стал бесспорным первым номером коллектива Не по годам уверенная игра Голкипера помогла подопечным Мурадом Исаева занять третье место в турнирной таблице Впервые в истории получить право попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а его выступление в игре с «Зенитом» болельщики запомнят надолго Сафонов занял седьмое место по числу сухих матчей, восемь, а также пятнадцатые, по общему количеству сейвов Но стоит учесть, что он провел лишь половину чемпионата При этом по коэффициенту надежности он занимает второе место в РПЛ – 0,57 Выше него расположился лишь вратаристова Илья Абаев – 0,55, который провел на три встречи меньше Левый защитник – Кристиан Ромерес, Краснодар В отличие от его одноклубника, для эквадорца нынешний сезон не стал прорывным Ромерес не смог порадовать особенными статистическими показателями Но на своем левом фланге смотрелся очень здорово и выполнял огромный объем работы Прежде всего это касается его действий впереди Кристиан разгонял атаки, часто обострял игру, а две из его передач привели к взятию ворот Ромерес выходил на поле в 23 встречах, причем в 17 из них начинал с первых минут И это при том, что в межсезонье на его позицию был приобретен талантливый левый защитник Ростова Дмитрий Скопинцев Центральный защитник – Ярослав Ракицкий, Зенит Изначально к приобретению 29-летнего украинца многие отнеслись скептически Однако тот сумел доказать, что является игроком высочайшего класса Ракицкий сходу нашел взаимопонимание с опытнейшим Брониславом Ивановичем И организовал надежный тандем в Центре обороны будущих чемпионов Только в РПЛ он провел за Зенит 12 матчей, в которых команда пропускала в среднем по одному мячу Также по теме В России нашел много хороших друзей Курани о карьере в Динамо, голе англичанам и расколе в сборной Германии Московская Динамо в скором времени сумеет вновь отыскать свой путь и вернуться на прежний уровень Об этом в интервью А.Т. заявил Однако Ярослав запомнился не только своими действиями в обороне Благодаря своему отличному первому пасу он здорово начинал атаки Зенита А также блестяще исполнял стандартные положения Напомним, что именно его великолепные удары со штрафных помогли подопечным Сергея Симака Взят три очка во встречах с Краснодаром и Оренбургом, а также вырвать ничью в сражении с главным конкурентом за золото – локомотивом Правый защитник – Марио Фернандес, ЦСК Натурализованный бразилец в очередной раз доказал, что является однозначно лучшим правым защитником в РПЛ Он провел 28 матчей и в каждом из них был неотъемлемой частью армейской команды, как в защите, так и в нападении За весь чемпионат Фернандес пропустил лишь две игры Одну из-за перебора желтых карточек, а вторую – из-за сотрясения мозга Кроме того, нынешний сезон стал для Фернандеса лучшим в футболке ЦСК по статистическим показателям Так, правый защитник записал на свой счет один гол и восемь результативных передач, чего ранее ему никогда не удавалось Таким образом, он превзошел свои достижения четырехлетней давности, когда за турнир восемь раз выступил в роли ассистента, но забитыми мячами не отметился Опорный полузащитник – Юрий Газинский, Краснодар Центральный полузащитник – Виктор Классон, Краснодар Как и его партнер по команде, шведский полузащитник провел лучший сезон в курьере Классон принял непосредственное участие в организации 19 из 55 голов Краснодара, записав на свой счет 12 точных ударов и 7 результативных передач Его предыдущий лучший показатель – 10 мячей и 8 ассистов В целом класс он стал именно тем футболистом, который привел Краснодар к завоеванию бронзовых медалей турнира В отсутствие Федора Смолова он взял на себя бремя лидерства и нередко помогал своей команде добиваться результата в ключевых матчах Левый полузащитник – Никола Влашич, ЦСКА Безусловно, армейский ховбек провел не лучшую вторую половину сезона и немного подпортил свое резюме Но в первой половине он демонстрировал футбол невероятного для РПЛ уровня и смело мог называться главным открытием года Хорват был необычайно цыпок в отборе и изобретателен впереди, став одной из причин победы Федора Чалота в гонке бомбардиров Влашич провел 25 матчей, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 5 результативных передач Но болельщики красно-синих запомнят его прежде всего по выступлениям в Лиге чемпионов Хорват отметился двумя голами в матчах с Реалом и помог ЦСКА дважды преподнести сенсацию Правый полузащитник, Антон Миранчук, локомотив, нынешний сезон стал настоящим шагом вперед для молодого ховбека железнодорожников Антон вышел из тени своего брата-близнеца Алексея и провел турнир на небывалом для себя уровне Итогом стали 11 мячей и 4 место в гонке бомбардиров, а также две передачи, позволившие ему войти в топ-6 по системе гол плюс пас Достоин восхищения и тот факт, что прорыв Антона Миранчука произошел сразу после неудачного сложившегося для него чемпионата мира Как и Алексей, он ехал туда в качестве одного из самых талантливых атакующих игроков команды, но в итоге не провел на поле ни одной минуты Левый центральный нападающий, Сердоразмун, Зенит Иранец неблестяще провел первую половину сезона, но после перехода в Зенит вновь расцвел Так, за 14 встреч в составе Рубина он оформил 3 гола и отдал 4 передачи А за 12 игр в футболке синий-бело-голубых забил 9 мячей и дважды ассистировал партнерам Его атакующая связка с Артемом Дзубой сходу стала одной из самых грозных в РПЛ А его точные удары и умение оказываться в нужное время в нужном месте помогли Зениту впервые за 4 года завоевать золотые медали первенства Правый центральный нападающий, Артем Дзуба, Зенит Нынешний сезон получился для форварда не самым ровным, но абсолютно по-новому раскрыл его Если раньше Дзуба воспринимался исключительно как наконечник копья, то в этом году он показал, что ради успеха команды способен делать на поле все необходимое Так, Артем стал лучшим ассистентом РПЛ, записав на свой счет 12 результативных передач Также по теме Дебют Динамо на новом стадионе Битва за серебро и звание лучшего ассистента Главные интриги заключительного тура РПЛ «Локомотив» и «Краснодар» в заочной борьбе определят обладателя серебряных медалей и путевки в групповой этап Лиги чемпионов При этом Несомненно, были и неудачные моменты, как, например, безголевая серия из 12 матчей Но примечательно, что Дзуба не опустил руки, а продолжил работать и забил в самый нужный момент Сначала он оформил дубль в ключевой встрече с Краснодаром, а затем поразил ворота Динамо Центральный нападающий – Федор Чалов, ЦСКА Несмотря на старания Азмона и Дзубы, лучшим бомбардиром чемпионата России стал молодой нападающий ЦСКА Как и для многих представителей символической сборной, для Чалова этот сезон стал самым ярким в курьере Федор записал на свой счет 15 голов и в 2,5 раза превзошел собственные прошлогодние показатели При этом Чалов не только сам переправлял мячи в сетку, но и помогал делать это своим партнерам На счет у Федора – 7 результативных передач, что помогло ему оказаться в топ-10 лучших ассистентов и даже стать лидером по системе гол плюс пайс в РПЛ Главный тренер – Сергей Семак, Зенит Заслуги молодого наставника сини-бело-голубых невозможно преувеличить В свой первый же год у руля команды он привел коллектив к золотым медалям, сумев добиться того, что оказалось не под силу неопытному Мерчелу Ческу, не звездному Роберто Мончини Семак сумел создать отличный микроклимат в команде, сплотить футболистов вокруг общей цели и избежать спадов по ходу турнира Неудивительно, что в концовке сезона многие эксперты отмечали именно заслугу Семака в завоевании чемпионства, особенно выделяя его навыки и мотиватора При этом не стоит забывать о его тренерских качествах Сергею Богдановичу удалось в кратчайшие сроки вписать в схему игроколлектива всех приобретенных в зимнее трансферное окно футболистов, что и стало одним из определяющих факторов успеха